Далой офшоры Евросоюз утвердил черный список стран, которые помогают бизнесу уклоняться от налогов. Если эти государства не захотят изменить законодательство, против них будут вводить санкции. Как выглядит перечень налоговых гаваней, расскажет Елена Абрамович. Составлять черный список Еврокомиссия взялась после офшорного скандала Panama Papers. Переговоры длились месяцами, ведь среди стран Евросоюза тоже есть государства с условиями для недобросовестной конкуренции. Например, Люксембург или Мальта ускорила процесс очередная утечка, так называемые райские бумаги. Чтобы угодить всем, решили, что в перечне не будет государств, которые входят в Евросоюз. Всего в черном списке 17 стран, таких как Арбадос, Маршаловые острова, Объединенные Арабские Эмираты. Это страны, которые, несмотря на 10 месяцев переговоров, не взяли на себя необходимые обязательства. Также есть список, который я бы назвал серым, примерно 40 странами, которые пообещали сотрудничать. Это первый шаг на пути к прозрачности, но страны-члены Евросоюза будут ответственны за мониторинг и при необходимости должны вводить санкции. Какими именно будут санкции, в Брюсселе пока не определились. Но идея в том, что попадание в черный список само по себе будет нести репутационные риски. Кроме того, эти страны будут обязаны раскрывать финансовую информацию многонациональных компаний. Никому, кто платит налоги, не нравится то, что самое богатое обходит налоговое законодательство. Этот список должен дать возможность принимать меры в адрес тех, кто уклоняется от выплат. Государствам, которые попали в черный список, в случае желания выйти из него, придется немедленно провести реформы. Еще одна новация Брюсселя, правда, пока на стадии проекта, ввести обязательную отчетность крупных транснациональных фирм о прибыли и налогах, которые они выплачивают в каждой стране. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.